Уже три года маленький Максим борется со страшной болезнью. В феврале 2018 года Максим стал плохо себя чувствовать. Тошнота, рвота, головные боли. Впереди его ждало долгое и дорогостоящее обследование. Врачи никак не могли поставить диагноз, ведь никто не ожидал, что ситуация настолько серьезная. В марте, когда мальчик уже почти перестал ходить, ему была сделана компьютерная томография головы, результаты которой повергли в ужас всех – и врачей, и родителей Максима. Рак головного мозга третьей стадии. В апреле ребенку была сделана сложнейшая операция, после которой Максим был на грани между жизнью и смертью 17 дней подряд. Из реанимации Максим выписался инвалидом. Он не мог двигать ничем, кроме глаз. Но родители пережили эту новость и начали реабилитацию. Пусть не двигается, но главное, что живой. К сожалению, опухоль не удалось полностью удалить. Максиму предстояло пройти курс химии и лучевой терапии. После проведенного лечения почти год ремиссии. Несмотря на тяжелое состояние мальчика, родители активно занимались восстановлением его двигательной способности и верили, что рак отступил. Но болезнь вернулась. Очередные анализы показали активный рост раковых клеток. И вновь операции. Две за 10 дней. Вновь химия и лучевая терапия. Но теперь уже и это не помогало. Максим был слишком слаб, чтобы бороться. В России от него отказались все профильные медицинские учреждения, в которые обращались измученные безысходностью родители. Но у Максима есть шанс. Единственный из всех возможных. Поехать на лечение в Корею, где в одной из клиник есть необходимое оборудование для проведения сложнейшей операции по удалению опухоли. Но время не ждет. Рак очень агрессивен, а сборы идут крайне медленно. На операцию Максиму не хватает 700 тысяч рублей. От этой суммы зависит жизнь ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова